Здравствуйте! На библейский портал Эгезегет пришел вопрос. Чувствую тягу к алкоголю. Как бороться с недугом? В пятой главе послания к Эфесиным апостол Павел говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. По-славянски в нем же есть блуд. Но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Опьянение очень часто бывает тем ключом, который вскрывает двери защиты нашей души, и в душу входят еще более тяжелые грехи. Я в течение пяти лет как священник посещал один следственный изолятор и могу сказать, что по моей статистике три четверти преступлений, которые были совершены людьми, находившимися там, были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Люди бы никогда не сделали этих грехов, если бы они были трезвы. Поэтому тот, кто желает человеку погибели, сначала вводит человека в опьянение, то есть защита человека духовная падает, ворота открыты, и любой враг может зайти в твой город, расхитить его, убить, увести в плен, совершить любое злодеяние по отношению к тебе. Поэтому христианин никогда, ни разу в жизни не должен быть пьяным. Вино мы употребляем, и даже в строгих монастырских уставах мы знаем, употребление вина прописано. Во-первых, это сильно разбавленное вино, это не крепкие напитки. Во-вторых, это всегда в мир. Вот в Древнем Патриике есть удивительный такой рассказ о том, как на праздник после Божественной Литургии ученик спрашивает старца, «Авва, можно мне выпить красавулю вина?» Ну, это чаша такая. «Можно, сын мой. Можно мне выпить вторую? Если дьявола нет, то можно», — отвечает ему Авва. И ученик отказывается от второй. Как раз об этом, да, не упивайся вином, потому что в нем есть блуд. Любой другой грех может войти. Как вам быть? Апостол Павел говорит, вам надо усилить молитву. Вам надо молиться и просить Бога о помощи. Может быть, у вас уже есть некая алкогольная зависимость, может быть, вы уже не можете отдохнуть или расслабиться без алкоголя. Вам надо, может быть, обратиться к наркологу. Он напишет вам ситуацию, потому что очень часто человек, находясь уже в алкогольной зависимости и будучи уже больным, категорически не хочет с этим согласиться, никак этого не признает. Внешний признак такой, если без употребления даже слабого алкоголя вы не можете отдыхать, вам это обязательно нужно, допустим, вечером, когда вы приходите с работы, это уже определенная степень алкогольной зависимости. В вашем организме уже произошли просто химические изменения. Организм уже не вырабатывает свой алкоголь в той степени, в которой он должен быть. Он переключился на внешние источники. Беда уже пришла в ваш дом. Вам вообще нельзя его касаться. Посоветуйтесь с наркологом. Он вам опишет ситуацию. Потому что чем дальше вы на это не обращаете внимания и употребляете алкоголь, тем тяжелее будет вас спасти вам самому и Господу тоже. Поэтому помните слова, когда начинается это тяготение к алкоголю. Вставайте на молитву. Господь вас укрепит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.